Танцы и песни, угощения народов мира. Все это можно было услышать, увидеть и попробовать на четвертом фестивале «Поющая стрела» в этнопарке «Кочевник». Название фестиваля родилось от звука, который издает стрела кочевника, когда его пускают из лука. Как он музыкальные такие стрелы пускают, они проникают в сердце. И мы тогда сохранили это название «Поющая стрела». Этническая музыка. Ребята, здесь у нас сегодня и арфа играла, и ребята танцевали танец Болливуд, это что-то с Индией. Это, наверное, некая встреча разных культур, естественно, в музыке. По словам организатора фестиваля Анны Кайпанау, «Поющая стрела» — это семейный праздник, на него можно и нужно приходить с детьми. Хочется, чтобы твое детище развивалось, оно имело большую известность, больше известных артистов к нам приезжали. Но я думаю, что мы будем просто стремиться делать его более популярным, более доступным и более душевным. Вообще, у нас цель вот этого фестиваля — сделать его очень уютным, очень домашним, семейным, как и наш парк, в общем-то. В этом году фестиваль вышел за пределы музыки кочевых народов Севера и побывал в Германии, Ирландии и у Министрелли. В этом году в этнопарке впервые пройдет совершенно новый исторический праздник — фестиваль Ермака. Там можно будет узнать об истории освоения Сибири. Фестиваль состоится 31 августа. Алена Ромашкина, Евгений Шевченко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин